Дело все в том, что Вельска очень долго служил местом политической ссылки. Я не знаю, слышали ли вы об этом, читали в интернете? В сталинские времена, я имею в виду? Нет, это с конца 19 века. Это в царстве? А, значит, в царстве. Это в царстве, да. И есть один человек, я не могу просто о нем не сказать, если вам интересен Вельска именно с исторической точки зрения. Был человек, который приехал сюда в административную ссылку. То есть он не за колючей проволокой, не в тюрьме. То есть это просто люди, неугодное государство, уже советской власти. Которые выселялись за какие-то действия сюда, в наши маленькие города. Так вот таким человеком был Николай Николаевич Померанцев. Музыкант известный, искусствовед. А самое главное, он занимался охраной памятников. Он стоял у истоков вообще охраны памятников России после революции. А зачем его отправили сюда? Объясняю. Когда в Москве стали вынашивать планы сноса памятников московского Кремля, он выступил против. И за это его сюда, величайшего теоретикой искусства и охраны объектов культурного наследия, его отправили в Вельск. И ему не нашлось больше работы в Вельске, как рабочий дома культуры. И вот он, человек, который когда-то прикасался к искусству и живет, он же не может вне этого быть. Он знаете, чем занялся? Он занялся благоустройством Вельска. Да ладно? Да. Вот эта клумба? Да. Сделана, ну, я имею в виду, сама клумба, цветы-то, конечно... Клумба называется... Клумба и называется пространство, где растут цветы. Она сегодня уже не такая, она при нем была гораздо красивше. А есть фотографии? Вы знаете, у нас есть фотография, где Николай Николаевич сидит вот на этой скамеечке и смотрит на свое произведение. Вы понимаете, я просто поражаюсь, насколько нерационально наше государство иногда, ну, будем говорить, использует людей. Потому что это были люди, которые могли сделать очень много. Но он вернулся в профессию, кстати. Он вернулся в профессию и где-то когда-то встретился с девушкой, которая познакомилась в Вельске и женился на ней. А, на Вельчанке. На Вельчанке. Он, оказывается, еще умудрялся здесь записывать фольклор местный и пытался издать сборник местных вот этих всех фольклорных вещей. Но, не успел. Договор есть в музее, а сборника я не видела. Вот, честно сказать... А не видели даже черновики, да? Нет, у нас... Да, 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 да. У нас есть договор и переписка по этому поводу. До революции у нас же были полицейные, да? У нас даже бунтовцы были. Кто у нас только не был. Между первой и второй революцией. Вот. Их государство, когда направляло в ссылку, оно их содержало. Оно им выдавало денежные пособия на проживание в этой ссылке. Это правда. Да, но это нелогично. Зачем это делать? Ну, почему нелогично? То есть, человека наказывали за его политические убеждения, но не пытались его уничтожить. Я понимаю. В моем понимании это так. Да, хорошее объяснение. А в сталинские времена, политические, административные, но они тоже политические сырья. Да, да, да. Да. Это же тоже, потому что они были не согласны с политикой в данном контексте. Они не получали ничего. Го.